привет мои дорогие привет мои хорошие я рада приветствовать вас на своем канале меня зовут инга мы с вами продолжаем строить наш город мечты в мэнер лордс и семья требует прям требует у нас семья какого-то рынка какого-то рынка какого-то рынка ну что ж надо строить им рынок они построили кстати хижину лесника не не построили идет строительство средний приоритет и да нам надо для быка построить и ура да здравствует сохранки естественно в этой версии есть сохранки вот пожалуйста можно сохранить игру загрузить игру это у нас в демо версии не было возможности сохраниться приходилось и сидеть часами так если вы слышите страшный скрип это мое старенькое кресло так ну смотри продукты они вроде как носят они там несут а это она несет в дом последний домик у нас достраивается и нам пора наверно размещать дальше тот я думал где у нас будет рыночная площадь давай-ка мы примерим как обычно где у нас будет церковь и все такое прочее это у нас где вообще было то там же где и жилье может быть так а может быть эдак уж огромная церковь мне кажется город мой я буду вот туда вот продлевать я имею ввиду жилье что у нас там поэтому я думаю что здесь самое место построить рыночную площадь вот сюда вот да вот и там бухтишь так граница хозяйства не знаю насколько он большой должен быть давай вот так вот его и поставим опять что-то косо да у нас при вопроса господи боже мой у поселения повысился уровень подожди очко нам дали ахать долгожданное очко саша смотри как он тут как странно делает да может обойти ну наверное нам не надо ничего падить так и сколько у нас тут палаток поместится раз-два это не два не полтора до мало мало ну да вот так вот наверное да лучше давай ты как-нибудь прицепишься прямо но почему вот эти вот хорошо давай сюда а вот он дает точки до черт и не хочу делать огромную рыночную площадь давай сделаем так вот стройтесь буки пухтят 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 их ну соответственно дорожку хе-хе-хе кривой дорожка и кривой дорожкой ну а почему у нас действительно кусты растут на дорожке давай-ка мы попробуем с тобой сделать следующее у нас тут есть украшение убрать кусты смотри они уже строят какой-то ларек давай-ка мы вот здесь уберем куст и наверное этот куст мы тоже уберем а здесь я поставлю часовню она сюда не встает все что будешь делать а почему ладно я потом подумаю с этим уголком и замечательно так смотри они ага лагерь охотников поставили ларек с едой она плодовая для продуктов ну ладно давайте это у нас плодовая поставила амбар поставил здесь ларек и если я правильно понимаю как это вообще тут происходит новое сообщение ни одному силу не выстоять без крепкого ополчения к счастью только что прибыла партия оружия теперь вы сможете созвать под свои знамена первую когорту воинов которые станут людям защиты и опоры однако по мере роста поселения вам понадобится еще больше оружия так что надо будет изготовлять его или привезти из других регионов пора собирать ополчение в инбурге дайте ка я пока нажму на паузу потому что все эти а смотри все этот убрали вала давайте-ка мы его перенесем здесь ему вот вообще не место вообще ему тут не место дорога идет а вот куда мы поставим валах надо подумать может быть и сюда куда-то да он будет близко для начала мне надо дорогу убрать вот что так альки да вроде как убирался до риму вот так вот и все таки воткнуть сюда часовню я очень хочу часовню вот смотри как она сюда прямо вот говорится сам бог велик как она выглядит кстати маленькая такая столбик ну хорошо вот а теперь уже мы сделаем дорогу человеческую вот отсюда сюда ну и как-то так вот окей и теперь волк теперь волк у нас переезжает потому что у нас есть 2 а ему негде жить бедному нам уже даже сказали что что шва так-то в опыт о отлично смотри прямо под деревцем ему тут будет синёчек ему будет хорошо вот так хорошо поехали строим ребят строим нам не так много строится поэтому знаешь что мы сейчас с вами назначим у нас ягодник назначен назначен ягоды у нас спираются что-то там яйцо у нас появилась ведь а что надо для трав почему-то черепица да и черепица елки глину добывать охотника надо ставить обязательно ставим охотника лимит животных а где они у нас вот они до ставим 10 мало животных у нас давай-ка 12 да с едой уже тут не так лихо как слушай как они вырубили лесорубы то нашу елки они тут все вырубит ну ничего страшного пусть рубит на то они и лесорубы чтобы рубить нам срочно нужен еще дом чтобы были новые люди пока что только один да он бедная женщина с лопатами как-то ты ларек поставила неправильно честно говоря он же а ему не нужна дорога да главное что он просто тут стоит что у нас кстати в этом ларьки хлеб они сюда принесли и все люди из хранилища несут сюда еду вот а мы с вами закладываем еще один дом хозяйство хозяйство у нас будет наверно тут а может быть и не один может и один да не один я бы вообще воде суд дорогу бы поставила тут у нас такой перекресток интересный да вот мало ли нам туда придется ходить и не мало ли нам туда нам туда придется ходить там карьер и чтобы мне ходить вокруг надо вот как-то я так думаю прокладывать дороге так дом какой то что шикарно получаешься я хочу во первых один дом вот а там мы сделаем какой-нибудь большой огород или может быть большой сад чтобы было побольше продуктов оттуда до строим вот все работа заложено а у нас быки быков перемис переместили нет привязная стойка сейчас сейчас мы сделаем домик для быков и вот там по моему как-то надо прокачать насколько я помню с предыдущей серии чтобы обеспечить прирост населения вам нужно выделить достаточно число участков под хозяйство и поднять уровень одобрения выше 50 а у меня 48 ну это как ой ой боже мой рынок хорошо снабженный рынок залог за 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 я за и кайс залог процветания вашего города назначенные семьи сами оборудуют ларьки при наличии свободного места если навести курсор на категорию отобразится сведения о спросе и предложения у хозяйств расположенных ближе к рынку требования к рынку выполняется первую очередь вот тебе на значит у нас теперь место рынка имеет значение так как там навести курсор на рынок топлива нету а дома без топлива разнообразие пищи они питаются чем хлебом очевидно да то есть такое себе до положение вещей так но мы подожди мы расширяем быка а какого расшириться черт не расширим быка бедный бык бык требует черепицы обалдеть так а черепица это глина а глина это бог знает где а и а вот он глиняный карьер что требует глиняный карьер давай смотреть теперь у нас тут видишь что печь для обжига подожди нет мне нужен карьер карьер ну давай как то так но все дело в том что это глина у нас очень быстро закончится понимаете чем дело то очень быстро закончится кроме всего прочего смотри и черепица нам нужно и люди нам нужны блин вот когда тут заниматься армии когда тут вообще черт знает что так и смотри значит что нам нужна промышленность нам нужно черепица камня для этого нужно значит еще и каменный карьер у нас кстати 2 бук не сдох нет не сдох это хорошо а ну карьер смотри черепичку у нас будут делать и не то чтоб он прям так много места для этого нужно было может быть куда ты вот тут чтоб опять же недалеко возить до него где-то здесь и ставить каменный карьер будет возить тоже сюда ко мне хотела сделать промышленность сюда где поля но получается что смотри получается что вся промышленность у нас двигается сюда но что делать у нас опять вечереет 5 красота красота то красота сейчас будет темно принципе теоретически может быть можно и отключить эту смену дня и ночи но нам нужно еще больше домов прям вот больше 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 и больше и вот не стесняясь больше домов хорошо что тут дорога ладно они сюда будут ходить так вот эту дорогу я наверно продлю так где у нас перекресток да да там будет карьер и так далее вот и заложу еще дома прямо вот так очень очень не стесняясь большим хозяйством это странно не звучало так вот но мне тут будет эта дорожка как вы думаете думаю что нет мы прикинем сколько у нас сюда поместится домиков не подожди ну во первых развернемся очевидно вот так вода с дополнительными домами так как-то совсем узко давай вот так наверное да вот здесь сделаем пошире музыка новая появилась я слышу окей ладно земли у нас много раз два три четыре пять пять домов пять домов строим какая-то у нас квадратная колония не особо нравится эти вот дороги которые такие пупенька прямые ну а что делать как-то не получается у меня ничего не получается а еще знаете что имеет место быть некая нервозность почему а потому что не знаю зачем я это делаю я думаю сюда поставить колодец и я подумываю сюда поставить это какой рынок может быть еще один но это очень далеко с другой стороны посмотрим пусть будет так ночь пришла строительство завершено хозяйство первый уровень ага смотри вот так человек у нас пришел нет не пришел никто не пришел пока я не покупаю никаких яиц и ничего прочего потому что денежка я не знаю куда нам еще денежка может быть понадобится поэтому как то вот так пока так строим и строим мы колодец и колодец мы строим вот здесь именно так давай я сразу рыночную площадь заложу она же ничего не стоит давай сюда заложим и и почему-то мне кажется что они сюда не пойдут да какая-то очень огромная рыночная площадь у нас получается давай-ка мы ее вот здесь на углу положим поставим можно положить рыночную площадь вот короче кто захочет тот пускают вот и торгует ой какая ночь слушайте знаете что наверное все таки это конечно красиво все хорошо но пока я наверное отключу все таки эти динамичные дни и ночи потому что ну темно ну темно давай выключим окей она же прям нам пишет что она декоративная да вот когда мы все выстроим красиво и если нас не прибьют то мы и будем включать ночи дни надо будет зимой еще посмотреть вот в разные времена года то есть мы с вами посмотрели вот сейчас летом посмотрели ну ранней весной нет надо зимой посмотрите осенью как выглядит рассвет и заката у нас слушай а вы до сих пор продукты не убрали они не уберут а они и не не уберут друзья почему а потому что у нас нету на складе никого оружие нам принесли копья и щиты так армия подожди а вдруг на нас сейчас нападут но вроде не должны как это мы делали армия создать снова отряд сформировать ополчение у нас есть щиты и у нас есть копья что ли еще раз до копья и большие щиты кто у нас с большими щитами пикинеры копейщики как понять кто из них что носит пехотинцы вы создали свой первый отряд ополчения жители мужского пола будут равномерно распределены между всеми отрядами ополчения обалдеть слушать это тотал вор какой-то ну по крайней мере схема оттуда после этого они постараются добыть необходимо добыть необходимое снаряжение оружие и щит определяются типом отряда максимально допустимое качество доспехов и шлема зависит от уровня жителя после того как рекруты принесут домой все необходимое снаряжение они будут помечены как готовые к сбору только после этого вы можете объявить сбор отряда давай-ка посмотрим как они это делают изначально я должна дом выбрать или как еще раз еще раз для невнимательных глаза разбегается так плюс подожди а я по моему уже не так все сделала да а надо выбрать дом откуда да ну предположим от себя суша а наверно зря да потому как 0 из 2 они в лесу работают они нужны вообще самые нужные хотя они неплохо так рубят дрова эти самые поленья у них куры так и что у нас с армии а и вот только тут я вижу что нужно копейщикам подожди а как расформировать вот и я про то смотри а как расформировать копейщики а что нужно для кого или я это смогу посмотреть в кто что использует я думала что раз у нас есть копья только копейщики ну как бы так логично если подумать об я и большие щиты или они просто еще не принесли знак вопроса не работает еще раз армия нет вот на написано что им надо как мне его убрать общие сведения пастбища топлива яйца люди гоняет вола а вот убрать отряд отлично так вот сейчас мы методом тыка но это я явно не лучники значит это а вот нарисованы вот это очевидно пикинеры да так и давай-ка на пикинеров вот на это хозяйство поставим вот два счета 2 этих о 10 человек отлично с 36 не хватает рекрутов как подожди это в каждый дом не это надо теперь как не отсюда уйти теперь тогда давай мы сюда сделаем знаешь что расширим вот жилое пространство и это как у нас а вот что в этот сарайчик придут люди жить о боже мой как бедолаги сарайчик жить кстати подожди мы же получили еще очко инбург 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 вот у нас так друзья куда мы с вами разбиваемся в яблочке я думаю что в яблочке либо в зима близко инга зима близко но яблочки растут три года поэтому с углем мы как-нибудь я думаю при елки все и я уже взяла доступна новая функция яблочный сад черт обратно никогда блин 1 сад так сад где у нас был вот этот у нас был более-менее большой дом давайте поставим сюда посмотрим 50 копеек ладно сажаем сад я знаю город будет я знаю саду цвесть потому что пока он еще вырастет этот сад так значит у нас тут куры тут яблоки ну и все у нас пять копеек нам надо чем-то торговать торговали мы обычно кожи кстати что у нас там с мясом и кожей со шкурами вернее у нас есть 7 шкур и в принципе можно наверно эту обдираловку то строить а именно же мятню же мяки но меня немножко смущает что теперь коза нам дают тоже только шкуру значит смотрите потом мы будем строить дома где-нибудь в этой области и заселять их козами животных наших изрядно выбивали смогу ли я торговать с кожей нам нужен человек а почему у нас никто не заселяется у нас же здесь люди есть а здесь нету людей а я сад уже посадила это такие яблоньки они уже цветут или это просто листья так блестят ну да маленькие но наверное когда вырастет будет красиво как ты их мало никто не заселяется почему а почему одобрение это одобрение 50 выбор еды на рынке пожалуйста на рынке что у нас разнообразие еды а ягоды и мясо появилась а у этих яйца появились там никто не живет но у них есть яйца это интересно это интересно похоже вот эти дома которые тут рядом с рынком будут самые зажиточные да так а тут у нас продолжается строительство мне нужен был что камень глина у нас там до бахте кто же и будет добывать когда людей нету и нострая нехватка людей острая нехватка рабочей силы почему к нам никто не едет может почитаем регулируемый участок семьям одной семье после улучшения две семьи где я еще могу подчеркнуть какую информацию из как-то об можете объяснялось но маленький прирост население средний уровень одобрения средний уровень одобрения чтобы увеличить значение расширять имеющиеся хозяйство строится новая семьи и они погоняют вала и что делают и возят на них древесину это как-то у меня все застопорилось у нас теперь все совсем не так если раньше я могла распределить вот этих вот людей и они их семья строила дома то сейчас нифига ну давай 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 высокий дострой уже там же уже все привезено со счетом идет со счетом идет видели да видели со счетом щит такой как приклеены к руке ну-ка давай посмотрим что наша армия и кинеры сколько у нас кто со счетом кто с лопатой сколько у нас всего а так как всего и был это 10 счетов и 10 копий то есть у нас 10 человек ну ладно вот сейчас мы здесь увеличим количество народу мне прям интересно как так они еще один дом ты что ли строит ой че-то как-то мне это не очень нравится это так тесно когда действительно стоит строить усадьбы пошире давно не бревна привезли личная детализация прям таким хом поросшие одинаковая правда ну да ладно сна говоря бык дышит как овчарка которая пробежала кросс так-то не по-быковски не по-валовски ну да ладно так у нас июль что у нас ягодами у нас ягода очень далеко подожди а почему 64 вообще кто-то ходит за ягодами и как было 64 так и есть 64 тут нам нужно чертва черепицы и деньги нужны и и деньги нужно о пошло одобрение пошло 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 одобрение и сейчас даже строить ничего не хочу к же мяку торговый пост это назначать людей мне нужны люди чуток медленно не прирастают сюда никто так и не пришел да очень странно вот как было у нас а смотри вот они как построили у это для гастарба для гастарбайтер в домик такой для батраков елки так это тоже построили этот построили но у нас домов у нас колодцев у нас еда есть люди давайте приходите придите хоть кто-нибудь прежде всего мне надо кого-то поставить на припасы чтобы не вынесли оттуда этот камень и этом еще дрова так что нас вам баре хлеб принесли мясо ягоды все это отлично и амбар у нас оставил ларек ларек с едой смотри даже яйца сюда успели притащить у нас просто шикарная разнообразие еды смотри они все зелененькие они все уже радуются видали как одежда 0 топливо тоже 0 а потому что нету нету человека ну давайте уже приезжайте давай-ка я мотану мы что-нибудь строим да мы строим я не просто так мотаю время мы строим ну как-то теперь смотри в предыдущей версии в дымке там люди сразу при приходили прям сразу приходили построил им дом а тут они не торопятся по его дух ополчения и это у меня еще интересная корзина это у меня еще легкий уровень а я представляю что на сложном особенно когда на себя вот сейчас вот возьми и напади бандиты я даже не знаю как с ними обращаться бандиты данки пожалуйста проходите мимо вряд ли это поможет да так ну ладно нам надо во первых будет еще карьер строить хозяйство первого уровня короче надо закладывать стройку и строить строить не стесняться карьеру еще не построили правильно потому что всего один человек строит тоже как все это долго а эта женщина идет с ягодками да они все-таки ходят новые отряды наемников какие-то отряды наемников прибыла новая семья наконец-то стоп во первых какие отряды наемников армии шуток об нам показывают где эти ополченцы а нет не обязательно что в этом доме то есть они с каждого каждой избушки даже волда вот то у нас из ополченцев а почему что тогда а нет всего два щита и два копья он притащил эти что притащили тоже два щита два копья бакопья то снег без как-то странно это не обязательно дом выбирать да просто создаем ополчение и они все говорится становится под ружье а как все какие наемники новые отряды наемников лагеря охотников не осталось места для хранения продукции в смысле я только сейчас прочитала это сообщение о чем мы там забились материала кожа жмят не надо строить ладно поехали с паузы я снимаю где брать наемников а смотри-ка что у нас тут ук а указы есть что указы дикие звери у богатых источников пищи размножается вдвое быстрее но подъедает культуры поблизости она хороший указ когда у тебя нет культур жители пропускает каждый пятый прием пищи снижает уровень одобрения но снижает потребление пищи так заблокировано 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 требуется доработка а производство а это что за стрелочка непонятно нам надо ставить кожемятню и ставить торговый пост нам пора зарабатывать деньги дай-ка я посмотрю вот отсюда так очень хорошо план виден да вот мы сюда и прыгнули или смотри торговый пост торговый пост можно сюда ставить вот тут он как близенько и кстати о птичках давай-ка я вот эту дорогу где она тут шла и нам не заканчивалась от угла я наверно вот так вот и проведу а почему у нас красненьким даже вроде как ничего не должна стоить там кстати кто-то идет по этой дороге давай сюда у нас тут топает торговец вот и смотри где ставить торговлю у нас коржевенное производство здесь будет им совершенно одинаково что туда ходить что туда с другой стороны если мы равно они на склад будут носить шкуры и если мы например сделаем козлами сделаем козельную вот здесь вот камень когда-нибудь выковырят вот тут немного и вот тут всего-то 200 может и кожу здесь сделать это как-то далеко от склада нет кожу надо сюда ставить так у нас две семьи значит одну семью шустренько бодренько ставим на склад вот теперь всего одна семья заселилась господи а куда интересно сюда нет ни сюда а куда сюда да смотри что получается они охотнее селятся в расширенные дома я им тут хоромы я им тут сады они меня козью рожу все туже так что-то я много говорю о козлах надо я просто не знаю что первое делать строить черепицу или все-таки кожевиную мастерскую я склоняюсь позже потому что это опять же одежда ой-ой-ой-ой до первое время первые первые годы самые трудные а где она подожди это производство до царомятния это тут так не очень конечно а нет почему не очень даже очень-очень вот какое дело что смысл его ставить рядом с охотником если по ней таскали один от другого но нет они несут на склад а потом со склада еще дороги нету с этим дорога есть вот и потом где-нибудь здесь мы построим факторе это у нас теперь называется да наверное как то так мы эту факторию поставив 4 бревна до нужно а че нам стесняться мы ставим у нас бревна есть древесина есть и чего стесняться знаю зачем я сделал эту дорогу окей все я единственное что досмотри домов понастроили новое приоритет поставлю высокие все у нас домов куп и кушай но не в этом счастье вот смотри пошли за припасами еле-еле медленно ползет бельчонок душа в теле так и еще мне приоритет надо поставить на колодец кстати хотя пока пока они доберутся до этих домов пока них заселит колодец тот им нафиг не нужен да что у меня тут достроили это не достроили по-прежнему один человек и этот один человек будет строить очень долго мне вот интересно давай посмотрим вот строит один человек он правда один уж он правда один строит но очевидно его семья строит строителя а если мы этого человека томаса до томас паровозик давай тут у шевели поршнями то вас так вот если мы его поставим на какую-то работу вся его семья тоже пойдет на ту работу и не будет больше строить как это было в дымке это печально это очень печально и вам хочу сказать почему потому что это будет очень долго это будет очень долго июнь июль у нас середина лета нифига не сделали тут полянка с камешками камешки пока не нужны давай мне нужно значит смотри следующий работник пойдет у нас на да даже не на глинах фикс не с этой глины уже он пойдет в каждую в кожевину и мастерскую следующий и еще следующий пойдет у нас на факторию на чтобы кожа торговать вот такие вот дела все смотри не расширить этот хлеб дурацкий почему нам не дали изначально черепица немножечко чуть-чуть бы черепички нам дали дождя почему у нас 9 счетов и 9 копии а ну да у нас еще один человек пришел у нас час армия 11 у и столкана ну то есть фактически еще на 9 человек и у нас тогда будет армия 20 а где были наемники кто знает вообще нашли бесполезно мне пока хватает рекрутов создать снова отряд что это такое а вот завербовать наемницу смотри как рассказывают все они боевые братья ненасытные грифы наемные разбойники насытные грифы и подожди так подожди это я их покупаю и все или мне их куда-то размещать кормить надо как рассказывают они все проиграли спор с неким вельможем борделе результате чего были вынуждены порвать с прошлой жизнью припускному качестве оружейников потом свыклись с этой новой для себя ролью боевые братья ну какие-то робин гуды хорошо организованные воители ненасытные грифы меня смущает слова ненасытные но еще бы 110 средства из казны выплачиваемые в начале каждого месяца службы то есть ты берешь наемников и платишь им каждый месяц но тогда вон наемные разбойники о боже по неведомой причине они зареклись брать в руки меч и теперь орудует исключительно булавами и топорами почему большая свора злые дни во главе которой стоит самый сильный свирепый из них они еще пишут это через вальдбрандт это через вальдбрандт это лесной пожар и свою значит нам даже пишут откуда они прибудут вот он вальдбрандт это он посередине а свою это вообще-то они пока прибудут если вдруг резко понадобится и уже тебя уже там сравняют с землей кто-то там просит про drink кто-то хочет и тинки кто-то просит пить но не будет вам пить никакое что у нас происходит мы построили хоть что-нибудь нет сюда даже никто не думает идти еще кстати по поводу яма для трупов меня очень смущает виктор пинг победа для короля сюда возит зря 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 я задала вот эти дома им приоритет ну как она зря нет она конечно не зря пускай будет пускай строят ну как медленно прибывают люди мне нужно ой как-то под дождь когда идет дождик чуть-чуть тормозит игра но должна вам заметить чуть-чуть действительно чуть-чуть слушай а тут лагерь тоже забит него с нет не совсем елки как они все было как они все вырубили вот это нормальный наконец-то лесорубов поправили смотри не так как было когда они там рубили две соседние елки и потом сидели балду гоняли этот тот камни грузит дарова загрузил а куда-то дрова повез а смотри шкуры сюда уже привезли да зря я там кожевинного наверно заложила шкуры будут приносить сюда ой зря что не зря снесу я тебя да зря потому что шкуры будут приносить вот сюда и соответственно кожевинную мастерскую пока не поздно ее перестроить давай-ка мы построим сыромят ню даже не знаю куда давай сюда вот чтобы таскать отсюда сюда таком более-менее близко собственно говоря и печь для обжога тоже надо ставить куда-то сюда как я и думала лес у нас тут правда весь исходит ну лес я думаю что вырастет ладно обойдемся пока печь нам пока не самое и самое важное туши я же выключила затемнение или это у нас просто такой дождь или это у нас день стал похож на ночь гроза ли не что-нибудь гроза когда уже придут люди когда уже придут люди это последний дом пока я строю который я пока строю потому как не зараза туда не идут вот следующий приоритет который у нас будет приоритетный приоритет это кожевинная мастерская и она вот это вот да там вот очень высокий почему потому что как только человек придет я его сразу туда вот а следующий приоритет у нас вот этот это фактория ну и колодец бы уже достроили достроит они как-нибудь колодец я он тут был ладно не суть ай тут а это рынок да я боюсь что на этот рынок не никто не пойдет этим деревенским меркам только если я потом я могу интересно 2 ставить склад а чисто так теоретически да я могу строить склад я могу строить амбар поэтому в принципе вот под сельское хозяйство я думаю что можно будет построить второй склад под сельское хозяйство и под вот эти вот залежи под залеж что мне нужно для того чтобы получить еще очку хозяйство первого уровня или высшее хозяйство второго уровня две штуки что нам надо для хозяйства второго уровня духовность духовность церковь нам нужно церковь я думала строить но где она у нас церковь там где дома да ах елки для нее тоже нужно долбаная черепица господи прости прости господи не то что мне жалко для твоей церкви черепица а то что колено ее надо добывать думаю что мы церковь как-нибудь поставим но опять же чего он вот тяжело ему там все это тяжело по принципу таверна и церковь я думаю что вот здесь мы все это и поставим на так именно так июль ну давай немножко пробежимся может и дождик у нас пройдет дожди много но как красиво смотрите лужи о прошел дождь почти прошел в лужах отражается небо цветочки хатки а как это атмосфера почему мне какая-то может мне убрать это так называемые мне не нравится этот рантик как он называется маска почему темно так да надо будет мне друзья посмотреть настройках что что-то там что-то у меня похоже испортилась потому что во первых мне не нравится реал впечатление что у меня опять работает смена суток вот давайте-ка мы с вами немножко прервемся я не ошибаюсь кукушка во первых а во вторых у нас квалифицированные ягоды да он там кричит у нас ларек с дровами появился забавно не стало трудно управлять уж вообще что-то у меня сбилась нет не сбилась дай-ка я выйду своими лордом давай-ка прогуляемся посмотрим что у нас тут смотри сколько он всего натаскал тут и мясо тут столько еды а здесь дров и этой шкуры дровая шкура по-моему это нет наверно только дрова да то есть они сами теперь делают эти рынки свои часовенько впечатление что у меня опять включился режим дня и ночи знаете что давайте-ка я здесь остановлюсь мои продолжат строить продолжат заселяться вот болезни заболевшие люди могут перестать работать доступ к травам может ускорить их выздоровление то время как сбалансированный рацион повышает сопротивляемость болезням секунду а я могу понять что кто-то болеет теперь когда нету списка но можно смотреть людей вот так она конечно очень полезненько видишь где что строится где что построилась это ополченцы тут груза болезнь интересно будут видны ну короче я теперь понимаю почему главное почему яма для трупов они кладбище я не просто так скидывают сыромятным а они сыромят не завершили отлично отлично замечательно вот а я сбегаю сейчас на строчке друзья за кадром и мы с вами увидимся буквально через пару секунд для вас итак я не нашла где отключается эта рамочка но как-то она почему-то сама ушла по переключала режимы смена дня и ночи и она вот так вот пропала вот а так вот просто она не отключается ну вот как то так лучше стало потому что это какое-то все в дымке было это немножечко странно тем не менее у нас построилась фактория вот и у нас появилась семья новая семья и мы ее быстренько быстренько закладываем в кожевенную мастерскую ее построили кстати родные присоединились вот сыромят не вперед давайте давайте кожицу кожицу делаем и я заложила для быка вторую привязь потому что вот что нам пишут недостаточных львов построить и больше привязок привязок привязан привязанных стоек или улучшите одну из них до хлева противном случае скотт может разбежаться нам только этого не хватает а он разбежался он разбежался мы профукалевала полин черт возьми и куда он разбежался он разбежался от зараза а бык сбежал волк сбежал ладно ладно 20 20 рублей коту под хвост валу под хвост количество денег на жители данного региона средства может потратить на bus товаров так вот смотри а теперь у нас вот так люди людей нету понятно дополнительно сюда можно скотт назначить торговля так вот что нам продавать нам продавать надо кожу до ее пока нету но она будет это не здесь а где здесь нет и у нас кожа не понимаю что ее у нас нет но она теоретически должна быть или я не вижу ой боже мой ой боже мой а вот кожа требуется торговый путь ёшкин кот требуется торговый путь а что у нас без торгового пути можно продать камень но ко мне у нас самих доски можно доски продавать так что еще этого у нас ничего нету и да я вам скажу еда а еду продавать на стоит мало потом у нас и самим самим не хватает все остальное надо открывать торговый путь до век живи век учись значит строим доски то что я поставила человека на кожемятню это ничего страшного нам нужно одежда тоже ларек с одежды и так пила рама пила 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 рама пила рама рама пила ну я думала сюда ставить смысла нет ее туда ставить давай прямо сюда ох елки с палками так я чувствую что мне придется тут еще дорогу проводить тоже наверно прям вот эту вот нашу главную в лицу так ай ладно давай так потом если что то снесем как почему она вот так вот не искривляется хотя смотри если я поставлю сюда а теперь я ей задам привязну я как-то наверное не умею что ли строится странно улицу ну пусть будет так кривенькая по кривой дорожке пошли по кривой дорожке и так у нас заехала семья она надеюсь заехала сюда а она заехала сюда чем люди здесь занимаются они занимаются тем что разравнивают землю где они на стройке что ли работают да они работают на стройке здесь у нас еще один дом заложен дому офигеть так подожди волк это ты разбежавшийся волк нет построить ему высокий может быть мы вернем вала нет это тот самый единственный волк который у нас здесь привязан все это не вовремя ух ты ничего себе это это гараж это гараж такая яма смотри под пилорамы стоит интересно а народ веселится народу весело на самом деле одобрение 55 из-за того что выборы еды на рынке сейчас все это закончится надо было еще весной сразу заложить эту чертову пилораму но кто ж знал потому что чтобы посмотреть что нам нужно теперь платить за торговые пути для этого нужно было построить факторию ой смотри тут даже какие-то яблочки есть август друзья август август какая прелесть яблочки милорд давайте мы пощупаем с вами яблочки милорд пройдешь через забор все милорд теперь ты не ходишь через заборы придется бегать тут же где-то был вход да нет не было входа был яблочки так еще пока маленькие но август милорд посмотри на яблочко мне нужно превьюшечка все время отворачивается зараза ну почему ты все время отворачиваешься что за манера у вас милорд кори ай красота какая ай какая красота трататушки тратата отсюда выйдем теперь ну да а а смотри еще заложили один ларек это у нас что так давай оставим яблочко покое а посмотрим ларек это с одеждой прекрасно прекрасно люди должны быть вообще довольны ну-ка одежда да они получили одежду самое время строить топливо есть разнообразие еды есть значит смотри что получается да появился вол но не появилась привез но мало нету значит смотри чтобы поставили еще ларьки предположим другом конце или еще где-то нам действительно надо будет построить амбар построить склад и тогда только они поставят туда ларек всего теперь не так как было раньше я подозревала что будут изменения но изменения на самом деле firewood изменения на самом деле такие серьезные очень даже серьезные теперь а вот стресс какой ягод а мне нравится рассматривать детали в этой игре это что-то да ну что и все упирается в то что мы опять ждем людей мы ждем людей у нас нету черепицы так что у нас с запасами на 12 месяцев по поводу топлива по поводу топлива нам же надо вставить этих дроворубов здесь это нету никого может быть мы сделаем следующее смотрите сейчас когда у нас вся стройка закончится она закончится вот я пока не буду ничего строить вот смотри что у нас еще у нас колодец у нас этот дурацкий карьер значит смотри дом колодец карьер и и все из построек и все и я сниму тогда одну семью и поставлю ее работать куда на дрова да наверное на дрова вот а пока что мы они строят пилораму и нам нужно два человека значит один вернее на пилораму сначала и второй на фактурию чтобы продавать слушай как они интересно делают давай немножечко под ускоримся август месяц сюда все привезли да в общем то покупать второго вола на первых этапах смысла нету никакого пилораму сделали отлично молодцы пилораме никто не пилит 60 процентов напас еды одежды еды на рынке ну что ж народ в принципе доволен должны заселяться давайте я подозреваю что у нас идет по одному человеку в месяц это так медленно это сколько лет надо чтобы набрать это как-то прям не очень все-таки стоят торгуют а этот только носит сюда ну и хорошо хорошо руночек работает неплохо я бы знала что он так работает я бы подумала поставить его не сюда с краю а где-нибудь вот центре что ли потому как ну наверное сюда я еще дома буду ставить вот тут дорога идет и насколько я знаю это королевская дорога ее сносить нельзя я подумал куда ее завершить потому что церковь и корчма тут остаются я яблоки у нас появились 0 яблок яблоки не созрели еще пути правда красиво ладно давай немножечко ускоримся а почему ты мне тут пишешь я же построила уже больше для теперь ты так и будешь висеть потому что бык сбежал забежала мальвина так а где он может быть я не могу его где-нибудь догнать догнать и вернуть быка нет нет я не вижу что где-то был бык это я хорошо вижу где не нет рабочих карьер завершили отлично остался дома колодец все доделывается пойдете мне работать и лиц доски ноги разбойников где елки с палками это где разбойники ожидают приказов а сколько их тут человек у их тут много человек где они подожди они у меня нет они не у меня но это первый звоночек ягоды дикие звери 11 а почему 11 я же поставила лимит 12 почему 11 эй лё кто съел оленя кто браконьерил вот ну ладно что почему да 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 мне на топливо надо давайте быки достраивайте скорее что мне там надо было достроить монет это просторы это рынок это не дом колодец остался всего лишь колодец он очень далеко его пока тут построить а все и сюда привезли вот они идут строители просто такой кусок под рынок если что то может быть я какой дом сюда что ли поставлю да вообще можно было дом поставить если до колодец поставила ладно доступно новый отряд наемников нам пока это ничего не светит да топливо на два месяца на два месяца топлива нам осталось вот чем дело вот где собака порылась сентябрь начался сентябрь месяц колодец построили все построили замечательно все быстро на дрова мы должны до зимы заготовить дров на зиму ну правда зимой тоже можно их заготавливать вот а еще семья что ли пришла я пропустила да новая семья пришла отлично очень вовремя пришла семья новую семью мы ставим нет на склад а мы ставим на пилорамку вот а кстати куда она прибыла сюда что ли да сюда так поселенцу приехала жена сентябрь пошел дождь яблоки собираем курщупаем яблоки не собираем ну да пока они не достигнут трехлетнего возраста но до этого вроде как они тоже не смысл ибо собирают яблоки собирают яблоки в сентябре начали яблоки собирать кстати можно будет знаете откуда убрать человека из ягодной избушки вот поскольку не сезон ну вот сейчас и посмотрим появились у них тут яблоки или нет да давай яблочко давай яблочко появилась ой 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 в ухо в ухо летит дерево слушает ты может это дерево не будешь трогать лесоруб насколько у них широкий круг у какой но сюда он вроде не достанет до зверей ладно окей окей все хорошо все замечательно что у нас доски у нас начались где у нас были доски очевидно здесь до 0 а эти на рынках на рынках очень шумно так ну смотри этот исправно тут делает кожу очень много нам не надо нам нужно только ош куда ж ты прямо сел в это ведро нам много не надо нам только чуть-чуть а здесь где народ и где ты человек отчитать отдыхаешь у себя дома ждет ну началось блин ну только не говорите что вы опять у меня тут застряли указать рабочее место иди сюда перевести давай так и но и и и и и и и и и может из-за того что они были строителями они теперь не хотят ничего делать это плохо это плохо можно предложить строителям что-нибудь начать строить например переместить привез для вала куда-нибудь нафиг вы знает куда-нибудь сюда вот и пойдут они строить подожди это нет а кто у нас тут сидел в каком доме этот новоприбывший что ли они вроде двигаются и они двигаются куда они двигаются строить а глава семьи а глава семьи сидит дома и чего-то ждет или он не глава семьи а это сын ждет а этот вы равны разравнивает землю хорошо разравнивая землю а пока ты разравниваешь землю я сейчас вот сюда вот на пилораму человека и назначу лоб что вы теперь скажете чего чего в этом разравнивается люди да они пошли на пилораму нечего равняться никакую землю а этот куда-то пошел все равно а эта женщина пошла столяр несет груз для строительства требуется незанятые люди да это я знаю это я все знаю про поводу вашей привезной стойки я уже поняла мне сейчас она особо то и не нужно что у нас с ягодами у нас ягода еще есть да ягода еще есть сезонные 23 ягоды осталось топливо что у нас топливом у нас тут работают работают опять же люди они урожая собирают ах какой сентябрь смотрите нет но яблочник яблоневый сад это вообще фишка это классно это здорово что его придумали другое дело как долго они будут собирать урожай я думаю и смотри это всего лишь первый год да то есть это еще не три года яблонькам а уже прилично прямо половина всех ягод которых мы собрали за за весь год но с другой стороны ужасно мало еды мало еды яиц тоже мало и сообщение то мы следим яблоки ягоды мясо крохи что мы будем есть зимой я не знаю что ты тут стоишь вот что ты стоишь болванчик вот-вот и вали и вали работы давай у меня кризис понимаешь ли они тут дурака валяют так наступила осень друзья самое время нам включить смену дня и ночи хотела посмотреть хотела посмотреть как она будет осенью посмотрите какая красота у нас началась деревья пожелтели так вот незаметно конечно к хорошая погода надо сделать знаете еще режим отключения дождей не дождь конечно лорненько так все прям лужи все вот это вот но когда это очень долго происходит ну такое себе на самом деле так ну капилорама покажите вы работаете в конце концов или нет люди ждет ждет все груз что-то нету обрабатывают древесину получая доска древесина у меня есть древесину прям попой кушай что не так с пилорамой может быть какой-то выход на улицу да есть у него выход привез бревно теперь народ что делает народ пошел на работу изготавливает вечно конец то дело в быке они будут ночью пилить как всякие хорошие соседи с перфоратором эти тоже будут но хочу пилить доски черт слушать тут вообще наши лесорубы радикально подошли уничтожению леса прям может их оттуда брать где я вижу количество дров вот 12 древесного гальда уголь мне нужен уголь мне нужен но мне нужно очков очков мне нужно хозяйство второго уровня или выше а для этого нужна церковь вот друзья мои церкви мы с вами будем строить уже наверно в следующей серии как только к нам кто-то придет а кто-то к нам придет наверно только в октябре месяца вот ты кто кожевник кожевника тоже нечего делать нету шкур да да я угадаю до шкур нет потому что я так чувствую что нашему охотнику тоже делать нечего но одобрение зато чем больше бездельников тем лучше одобрения да ой грани тормозить все делаешь охотник да не это он охотиться туши а у нас теперь не работает что ли 9 блин я же дала квоту я же дала тебе квоту не охотиться больше чем надо они аж по два тащи new population of it drops ну так стоп хантинг можно приостановить работа на елки с палками или 12 когда у них кладовая забьется или что или как раньше она работала фото а сейчас не работает специально сделала побольше не 10 них уже 9 но какая красота друзья посмотрите какая пышная зелень какие цвета чит как-то елок нету не вон там есть елки таком чудесном месте мы живем ничего ничего скоро мы его изгадим как обычно люди это делают сейчас мы поставим сюда какой-нибудь смола корню чего чего-нибудь такого гадкого вырым таким из печки заведем кстати елка сухая интересно вот и на этом дело закончится кстати что у нас со смены суток я ее включила чтобы посмотреть на осень но ничего не происходит можем тут красиво летать красиво летать и ждать октября месяца знаете что давайте-ка наверное на этом мы с закончим так чтобы уже не тянуть не кота и не резину вот придет октябрь мы с вами очевидно увидим как она там в октябре для дождя конечно не будет и как солнышко ходит садится какие у нас чего там не поделили что-то не поделили смотри-ка вот увидим как садится солнышко осенью и надеюсь доживем до зимы пошли у нас доски давай-ка глянем напоследок аж 10 досок прекрасно подожди а мне нужен факторию человек чтобы продавать наверняка нужен да сейчас ну-ка доски вывозить это тоже квота до давай оставим 5 айси равно торговый путь лин все равно нужен торговый путь подожди а не было же торгового пути слушайте это фиаско братан потому что где мне взять деньги если тут везде нужны торговые пути а мне осталось пять копеек может он их так будет продавать в любом случае сюда нужен человек а что я могу продать сможет не волна продать я волна не могу продать а нет нет вот можно это очевидно если мы откроем этот торговый путь а конкретно вот а тут прямо требуется фу господи отлегло прямо прямо надо продать первую доску посмотри придется торговец ты будешь покупать доски давай быстренько у листики подают грибочки растут покупай кожу давай в кожу хочу почему нет почему ты чем тебе доски не понравились или он прямо отсюда будет покупать доски нужен человек нужен друзья мои человек а вот и вечер пришел ой вечер пришло слишком быстро но у быстренной скорости и он такое не особо приглядно он туманны такой же мутный как и наше будущее а я с вами теперь точно прощаюсь друзья всего вам хорошего и пока пока пока